За свои 12 лет Полина встречалась с докторами больше, чем иной взрослый. У девочки сахарный диабет. Но школьница не просто научилась жить с этой болезнью. Она еще и помогает другим. Ведет блог в соцсети, давая советы детям с таким же диагнозом. Помочь им что как, где что проходит, как правильно питаться, правильное ведение болюса и другие вопросы по поводу диабета. Для таких детей, как Полина, диспансеризация – это жизненно важная процедура. Врачи отслеживают динамику состояния и дают рекомендации. Также в школе ребенка должны отпускать по требованию в любое удобное время. Покушать, попить. Учитель физкультуры или когда вы посещаете спортивную секцию, также вы должны следить за состоянием и сахара, и питания. Диспансеризацию малышей и подростков организуют в специальных центрах здоровья, которые власти региона помогли оборудовать в Волгограде и Волжском. В 2020-м, несмотря на пандемию, здесь приняли 11 тысяч детей и уже больше 1600 прошли медосмотр с января этого года. Обследование ребенка, диагностика и обязательные рекомендации родителям – так проходит стандартный прием. И все в одном месте, очень быстро, достаточно удобно, что никуда мы не ходили, не ездили, не стояли в очереди. И прошли полностью обследование ее организма. Доктор очень грамотно дал нам все рекомендации по состоянию здоровья ребенка. Таких специализированных центров детского здоровья в регионе уже три. Один работает в Волжской детской больнице и два – в Волгограде. В поликлинике номер один в Краснооктябрьском районе и на базе первой детской больницы в Кировском. Привезти сюда ребенка на диспансеризацию по предварительной записи можно из любого района города и области. Главная цель обследования в центре здоровья – это оставить здоровье ребенка в изначально хорошем уровне, то есть не дать развиться болезни, предупредить болезнь. И в ситуации, когда желания родителей ребенка, самого ребенка и медицинских работников в этом направлении совпадают, достигаются замечательные результаты, то есть детки остаются здоровыми и крепкими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова